хайо гэй с вами шумики и мы продолжаем пройдите руку под названием квест хантер окей мы порасспрашивали из всех здесь не научителей так сказать сейчас я пособираю что есть вообще здесь и по идее если не ошибаюсь здесь есть одна секретка и скорее секретка либо это они я то есть другую комнату прихожу для куда-то иду куда-то пришел ничего себе я не подожди а давайте спустимся хотя нет давайте сюда вернемся попозже немного поможем окружающим интересно даже где здесь может быть секретка ну скорее всего вазах но разберемся потом нас попросили здесь городе убить и летом а мы еще даже не следовали это местность и у нас если не ошибаюсь один золотой ключик есть до один золотой ключик ладенько давайте материалы по закидываем я все короче закинул сюда блин деньги я не знаю факела ну блин ладно ко мне сюда на мид я тоже переложу пока что хотя на самом деле там уже враги такие пошли сильные поэтому лучше с собой носить плотничков сейчас этих мы продадим вот так сказать ракушки я не знаю для чего они поэтому просто продам шелка что ключи нельзя покупать и надо посмотреть по персонажам кто здесь у нас есть так пленник к лошадь и гоп-стоп гоблин шаман так черноуз полсты обладать большим влиянием жесток и весьма кровавен страдает от мани величия постоянной жажды наживы руководит бандитской шейкой и играет на гармошке характер хуже некуда первый воин короля харизматичен мужественный красив правая рука короля и по-своему так дамский угодник прошлом арт из бедной семьи очень любит петь но умело это скрывает характер надменный торговец тыквами как он выглядит очень хороший и веселый человек сделал состояние на торговле тыквами стал монополистом благодаря сноровки и заморским удобрением характер общительный борин много пьет и всегда отрезв это мы можем его нанять что на голове не хочу знать что это даже потом сын и охотник стреляет плохо но умело скрывает так спаивает товарищей характер в меру хитрый муранос серый жаден прожорлив ленив трусоват злой но удачно притворяется добрым крестный отец преступного мира ведет дело с самим королем характер скверны торин много пьют и всегда голоден бывший землевладелец нашедший призвание в охоте попадают белки в глаза со 100 фунтов даже если белка пьяна характер есть так ловкие ручки ловок весел обаятель не любит говорить о себе потомственный нумизмата продаст что угодно кому угодно замешан во всех темных делишках королевство характер скрытый солдат короля отваж отважен и смел говорит правду в глаза а чего и страдает используют королевское для разрабания грязных делишек королевство характер скрытый нашему принц все посмотрели что мы оба так куб 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 здорово надо запомнить сейчас мы с вами даже это я в таверну захожу может как раз подвал которого тот слушайте хороший подвал я вам скажу на самом деле это туалет интересно если я взорву и выйду скорейся не смогу попасть хотя кто его знает ведь по туалетам может быть что угодно вот так я думал зомби это имеется ввиду ски там скелет суицидник видели он там стоял по здорово ключик слушать если нам как раз предлагают ключ и у нас выпал ключ и я предлагаю сейчас сходить в этот подвальчик все-таки в которой там стоял жалко что чем я попробуем просто использовать его чего и как это понимать и заметь там где умер появился еще фонарь что враги не появлялись короче я тебя понял яд может быть яд позволяет если мы уже типа умираем до умереть и чтобы поставился фонарь при этом то что я не помню что фонарь стоял так ланенько познали в подвальчик быстренько я не знаю где тут может быть сундук но я говорю скорее всего в таких вазах ключ мне дали поэтому и тут смотрите тоже один секрет есть так я спускаюсь с подземелья ребят так понять откуда берутся зомби динамит я с собой взял хорошо подожди он мне пробил монат они мне пробивают так вот это вот херово не ожидал я того что он меня может пробить это народ серьезно скверная вещь куда мне так просто сейчас не попасть блин ну мне тогда в щит нужно качаться будет все равно мне нужно выполнить задание вот этого человека чтобы посмотреть что у него есть торговля принес реликвии я еще не знаю какую реликвию подожди они плане потом еще последнюю вазу попозже сломаю давайте тогда окрестность изучать начнем против часовой стрелочки вот так вот за урон не нужно по-любому понимать так а я же могу принципе так просто отходить и радиус нормальный тоже нормально ух ты шью нихера себе вот это у него сила этого вражина не а народ я думал типа уже конец игры типа я уже прокачался оказывается ни хера я не прокачан немного еще что нужно качать блин и постоянно вот видите мало реле иконочек на всякий случай сохранюсь лишь блин нам нужно вкачивать щит а я же покупал щит где он огнем запрет что бля еще разок он меня ваншотнул он меня ваншотнул просто жопа и заметьте что они на большом радиусе меня видят в принципе и зато их что-то за херня он сквозь стены проходит да здесь нужно будет постоянно теперь способностью нет а что это за значок а а а а и и а и и и и и и но сейчас должен взорваться у него в фитиле уже смотрю на исходе рано я не в том что он не умирал по и зомби выбираем ингредиенты так а у меня столько одна баночка это нормально а видите вот куда как раз купли нужно принести оказывается но хотя они все равно далеко нести до далековато не стекут полотно сраным лабиринтом не что не сравнится еще бы понять что он активировал но в принципе могу до конца бежать локацию и как раз мы узнаем что тут еще есть тут еще маленький участок есть но второй скилл нужно ну блин у меня первая такая слабая он было что так откопать эти что-то сторожат туда все равно как бы можно попасть любую любую вышибала ты не можешь пройти вход только для ч членов общества что это за общество хочу вступить это секретное общество но за общество это секрет наверняка вас крутое название да название нас крутое секретное общество белые цилиндров или сокращенно стопы ух что-то я слишком взболтнул в общем проходи мимо мне нужно белый цилиндр купить это логично или создать как вариант равно мне кажется давайте я посмотрю сколько он стоит этот цилиндр если что его создам подождем сразу зелье с вами сделаем оруже 18 блин щит может купить я даже не знаю честно подождем не меч мем меч на 18 понимаю а щитом на сколько на 10 блин я не знаю не знаю только цилиндр блин а подожди а цилиндр у нас другой таверни да блин ну то есть в лагере у нас черт а в лагерь бежит довольно долго а давайте посмотрим что это за проход если это выход это херово а блин это выход на карту было написано черт он у нас два места появилась даже три еще вот это как эта локация секретная вам вернемся сейчас быстренько пробежимся наверх нужно ближе и проходы посмотреть открытие за серый ключ проход сверху здесь хижины и все это мы с вами проверим я специально начну просто изучать локации ваще да вот о блять не поживаться хотя с другой стороны можно создавать сети а вот и место преступления надо все хорошенько осмотреть а а сначала нужно все поразбивать пустые кружки на столе похоже их было трое определенно жертва упала со стула пытаясь достать с полки бутылку записка борин 10 торин 15 и я 55 странный список надо поспрашивать в таверне сыщики ребят мы с вами сыщики потом наверно все таки свой лагерь на начале следующей серии и посмотрю вообще сколько стоит создание цилиндра они можно принципе просто убегать они что они атакуют а самое опасное то скелеты скелетами нужно быть осторожным слишком долго хп регенится подожди почему я потратил серебряный ключ когда я заходил они у меня 8 ключей так порин торин да там был я знаю что ты был в охотничьей хижине что как это торин на меня почку катит я буду все отрицать и есть свидетель так есть свидетель это был несчастный случай он упал со стула прямо башкой о пол почему вы никому не сказали так кто нам поверит таких делах всегда нужно вин так нужны виновные и ими стали бы мы вон сразу прислали уж правее так уж поверь пока они не найдут не найдут кого наказать то и будут тут ошибаться посмотрю что можно сделать мне уже все равно побыстрее бы это закончилось а а вот тут он есть они нет ребят у него это все дело не сделать ладно так и это дабл получается так я знаю как ты узнал есть свидетель ладно ладно расскажу как все было мы сбори нам сидели в охотничьей избушке готовились к походу в болотные земли и только мы собрались уходить как в хижину ворвался пьяный охотник ввиду их из богатеев заставил нас играть с ним кости на деньги и вот когда выпивш выпивка закончилась он полез на поверхность полку на верхнюю полку чтобы достать еще бутылку какой-то момент он не удержался равновесие и грохнулся прямо головой вниз и вы сбежали а что нам оставалось никто не станет слушать двух нищих охотников но сказать нет без суда и следствие в закон я уже давно не верю так что поступай как узнаешь но как успехи детектив успехи вообще-то есть я раскрыл дело не может быть рассказы скорее убийца двое это охотник торин и борин это несчастный случай попытки достать бутылку с верхней полки жертва упала со стула и ударилась головой о чем свидетельствует положение тела и характер травмы свидетельствует положению ясно осталось придумать как объяснить это начальнице так и скажи несчастный случай хорошо спасибо за помощь вот обещанная награда понимаем детектив получил 50 золотых охренеть а подожди пока я не ушел там еще вазочка внизу так тут мясо вы коты пришли начинают орать понимаю он нашел секрет нагрете по базе будет так хорошо это мы с вами проверили давайте на всякий случай кину бомбу в туалет и проверим а вдруг или что-то будет вот мало ли ровно бомбы у меня есть нет ничего не произошло ничего не произошло так далее что у нас еще есть на карте здесь у нас есть проход вот здесь выход на карту выход на карту выход на карту здесь еще есть но тут закрыто поэтому еще вариант сходить сюда наверх пока у нас есть хоть какое-то время расходим сюда а тут уровень дали ладно разберусь с этим смотрю что могу сделать но я не знаю что прокачивать это на самом деле мне броня было хорошо нас урона давайте сделаем таким образом я качаю до тридцатки урон и теперь мы с вами все пока что будем в защиту они же не урон даже у меня только на единицу вкачала окей так тут я ничего такого не вижу поэтому да пойдемте внутрь я потрачу ключ если что я потом на фармлете ключи снова но это поверьте это очень много времени занимает на фарм этого всего этого всего так вам дерево заберу и пойдем замечен это под таверной то есть это не просто секретный проход а под таверной а нихера ребят а зомби-то не боятся цвета цвета блин он по мне попал рано подбежал значит ну за них дают по 25 но это на самом деле маловато деньги я могу на фармить в принципе за счет денег я могу япнуться здесь нужно нам получать сфера 45 баночек хила который моментально отхилит плюс яблоки если я пойду по ключи а я пойду за ключами я это еще плюс тоже абсолютно ну то есть яблоки мясо 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 мы вообще не используем так нужно было не на самом деле ключи важны то есть если нахожу ключ ну блин получить теперь сундуки тоже нас искать здрасте линдер мы нашли с вами ребят а если б я не искал секретки значит это тоже ребят полезно нужно искать теперь все в полезные эти кредки давайте тогда в следующем стереем перед следующей серии я схожу во все локации где я был до этого пособираю все предметы которые можно будет собрать я уверяю вас что скорее всего там можно там в основном будут деньги да и все я в основном блин если смотреть по статистике да и на по прокачке то найти чего-то такого нельзя что за шляпку хотя бы дали 10 теперь мы белый цилиндр хотя ладно мы пока что по сюжету ключи потом по форму я думаю пока что просто побегаем по сюжетке поэтому ребята летим все думаю ближе к следующей серии поэтому как то так зомби не опасно их можно загреть от мелких можно просто сделать несколько шагов и все поэтому спасибо за просмотр ооо да ладно поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и м пока